Я учила, но у меня не получилось. Привет. Из Кремля российским пропагандистам спустили новые методички. Теперь нельзя просто так насмехаться над украинской армией. Нельзя говорить о том, что Украина не готова к контрнаступлению. Нельзя хихикать, мол, мы будем леопарды жечь как спички. Нельзя, как делал ранее Путин, говорить, что российские средства ПВО будут как орешки щелкать украинские хаймарсы. Почему они это делают? Очень просто. То есть, если успешным будет наше контрнаступление, а мы выходим исключительно из этого, значит они скажут, о, это все НАТО, это не Украина. Ну, в общем, ясно. Если же успехи будут недостаточно осязаемы на земле, тогда будут говорить, мол, российская армия понемножечку возвращается к статусу не самой последней армии мира по боевым возможностям, но по-прежнему первая по краже стиральных машин. Но на этом фоне как-то зазвучали новые тревожные голоса. Самый верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам родные, матери, жены, сестры мобилизованных из Оренбурга, Орска, Бузулука, Солилетска, Новотроицка, Сорочинка, Адамовского района и всей Оренбургской области. Многие из вас не знали о существовании такого города Бузулука, но там беда, как и всей Оренбургской области. Заранее нужно сказать, что расстояние между Киевом и Оренбургом более 2000 километров, но товарищи женщины почему-то заговорили о судьбе своих мужчин в Украине. Могли ли они там что-нибудь забыть? Я думаю, что заслуживают они только на дно вернуться в свой Оренбург в черных пакетах. Завязка может быть любого цвета. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Все как всегда. Но вопрос, а что же там случилось в Оренбурге, что они так сильно забеспокоились? Потому что в России вообще-то это целое событие обратиться к царю. К царю в розыске, к Владимиру Путину. Минобороны РП Шайгу заявил, что частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными во время специальной военной операции на Украине. Если у меня и было немножко сочувствие этим товарищам женщинам, то оно быстро рассеялось. Почему? Да потому что, что эти женщины с пониженной социальной оценкой сказали? Освобожденные территории на Украине? Ну, за такие слова нужно делать что? Правильно наказывать российских оккупантов и максимально упаковывать их в эти черные пакеты. Наших мужей, сыновей, братьев передали в подчинение народной милиции ДНР. А затем из них и солдат территориальной обороны сформировали штурмовые подразделения. Наших братьев, я смотрю, в Оренбургской области большие проблемы с русским языком Владимиру Путину уже доложили. Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны, непонятно. Да, кстати говоря, и понятно. Хотел сказать, непонятно, как их преодолевать. Но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление – это крайне важно для развития. Царь делает вид, что во всем разбирается, все он знает и все понимает. Да, главный секрет пока Российской фашистской федерации – какая цель войны, кроме просто уничтожения украинцев. Ну, вроде так, это сложно сформулировать и сказать прямо, а не занимаются именно этим. Но обычно в войнах нужно что-то еще, кроме ненависти. Какой-то смысл. Здесь его нет. Но вот я смотрю, товарищи женщины из Бузулука Оренбургской области, кажется, еще немного и скажут самое важное. Скажут, а может быть, нам не надо трогать Украину? Их отправляют штурмовать в ближайшие укрепрайоны. Еще в конце сентября 22-го года Министерство обороны РП заявило о том, что после боевого слаживания мобилизованные граждане приступят к обороне освобожденной территории, то есть будут заниматься территориальной обороной в соответствии с федеральным законом номер 61 от 31-го 1996-го года. Нравятся мне эти наивные товарищи женщины. Они ссылаются на какие-то законы в Рашке. Но в целом российское законодательство, в частности Конституция, оно прописано таким образом, что там запрещено брать чужое. И если ваши мужики отправились по своей воле или по приказу начальства брать чужое, то они становятся кем? Правильно, законными целями. Но я не могу понять, почему им так не нравится быть штурмовыми подразделениями. Ведь таким образом Россия вроде как прирастает земелькой. Территориальная оборона, система, осуществляемая в период действия военного положения, мероприятия по охране и обороне военных, важных государственных спецобъектов, объектах, обеспечивающих жизнь и деятельность населения, функционирование транспорта, коммуникации и связи объектов энергетики. Ни о каких штурмовых подразделениях в законе не говорится. Кто, как ни женщина, может понять этих несчастных? У них горе в Оренбурге и в Бузулуке. И для этих целей вызвали, да, элитную пропагандистку. Судя по всему, в очень интересном положении. У нас идет специальная военная операция. Наши ребята, наши ребята, называйте, можно сказать, бойцы, солдаты, сотрудники или члены ЧВК, как угодно. Не могу понять, но почему-то в комментариях многие задаются вопросом. Это что, Захарова беременна? Я вам скажу прямо. Да, она беременна. И я даже знаю, от кого она беременна. От отца номер один Владимира Путина и отца номер два тоже Владимира Путина. И беременна она нацизмом. Это у нее не первый раз. Я их называю. Наши ребята, они там, они отдают жизни свои, безропотно, понимая, для чего они делают. Помните, как у Рождественского? Потому что... Удивительно, но, товарищи женщины из Бузулука и Оренбурга, такой подход, мы забрали ваших мужиков на смерть, потому что не устроил. Хотя, тут подсказка была. Вы, россияне, должны быть безропотными. То есть, терпеть. Наши родные находятся в безвыходных ситуациях, а их читают расходным материалом. В связи с этим у нас сложилось впечатление, что командование безразличной жизни наших мужей, сыновей и братьев. Сейчас я проведу сеанс психотерапии. Он называется кратко «Как стать уверенной в себе». Это товарищ женщина говорит, что у них сложилось впечатление, что жизнь их мужиков никого не интересует. Так вот, все очень просто. Это не впечатление, это реальность. И не стесняйтесь об этом сказать вслух. Мы хотим знать, какие правовые основания имеют для того, что наших родных передали в управление народной милиции, ДНР, и почему их отправляют на штурм. Как оно бывает в 2014 году, вы в едином угаре орете, как нацисты, да. Крым наш, Крым наш. А теперь ты чем-то недовольна? Э, товарищ женщина, за все нужно платить. И чтобы вас избавить от этих мучений, чтобы вы не задавались вопросом, почему их передают в оккупационные администрации, а это по факту российские соединения, созданные еще в 2014-2015 году на территории Украины. Раньше они говорили, что у нас там что, гражданская война. Но вот гражданская война закончилась, и товарищи женщины, кажется, начинают прозревать. Но не переживайте, чтобы утешить эту категорию товарищей женщин из Бузулука и Оренбурга. У нас для вас есть еще одна товарищ пропагандистка, тоже беременная нацизмом. Нам еще детей поднимать, в том числе и тех, которые остались без отца. Потому что отцы погибли, на фронте нас защищают. Эта российская пропагандистка сделала монтаж. Она упустила объяснение, как можно защищать свою страну над территорией другой страны посредством убийства и мародерства. На самом-то деле, это не загадка. Здесь все очень просто. Они никого не защищают, а являются оккупантами обыкновенными. И, соответственно, с ними нужно поступать так, как с ними поступает украинская армия. Семьи пропавших без вести военных продолжают ждать известия своих родных. Ни один человек не заслуживает такого, чтобы у него даже не было могилы. Сколько тел, и никто их не забирает. Это же неправильно. Надо возвращать близким людям мертвых, чтобы похоронить по-человечески наших героев. Ах, героев, значит, товарищи женщины ничего не поняли. Это значит, что российское военно-политическое руководство может просто проигнорировать этот стон из Оренбурга. Хотя на месте этих товарищей женщин нужно было бы задать другой вопрос. Первый вопрос – а зачем Путин отправил их на смерть? Хотя есть и сопутствующие. Например, вот этот. Я не понимаю, где наша основная армия, которой мы так гордились, и которой говорили, что у нее 70% уже перевооружения современным оружием и так далее. Где это все? Я не могу принять то, что я не понимаю. А не ответив на этот вопрос, хотя ответ очень просто, в земле или на металлоломе российская кадровая армия, которую они называли второй в мире, она уничтожена. И, кстати, именно из-за вот этого роста социального напряжения российское руководство отказалось от открытой мобилизации. Вот у них теперь Медведев отвечает за сбор контрактников. И насобирать ему нужно 400 тысяч душ. Потому что первым, кстати, о проблемах в российском обществе из-за мобилизации говорить начал еще российский террорист Игорь Гиркин. Но он все время ноет, вместо того, чтобы опять же объяснить, что все проблемы современной России и товарищей женщин от того, что их президент военный преступник. Хотя, если они его поддерживают, то никакого сочувствия они не заслуживают. Наши родные погибли, защищая Родину. Так пусть Родина не забывается о давших за нее жизнь. Мы обращаемся к вам как гаранту Конституции Российской Федерации и Верховному Главнокомандующим. Просим обратить внимание на наши обращения и помочь нашим родным. Смешно и горько. По-человечески этих товарищей женщин понять можно. Но еще раз, тут не до сантиментов. Они пришли убивать и их уничтожили. Они ни разу не высказались в части того, что они против войны. У них вот только вопрос в том, что они территориальная оборона и соответственно свои безумные деньги по российским меркам они должны получать без риска для жизни. А не гибнуть в штурмовых отрядах. Принципиально у них противоречий нет. А это значит, что они ведут себя, ну, они себя ведут как российское государство на международной арене, которое настолько сфокусировалось на войне с Украиной, что с других сторон его откусывают, чавкают и снова откусывают. Этот процесс когда-то закончится на украино-китайской границе. У кого-то из наших выслали, то отсюда, где-то что-то закрыли, забрали. И мы же, когда мы так вот грозимся и не делаем, мы немножко, простите за такой жаргон, терпилами выглядим в своих же собственных глазах. Может нам говорить поменьше, а делать побольше. Мы же умеем. Диагноз поставлен верный. Вот такое оно получилось сегодня в видео. Просто заочная дискуссия российских товарищей женщин. Хотя, если говорить о на российских пропагандистках, это не женщины. Нет, это солдаты информационной войны. И их задача продолжать накручивать на уши российским товарищам вот эти вот испорченные макароны. Ну, да, терпилы согласны с таким мнением о наших соседях. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Лайки тоже приветствуются. А Украина, а Украина, как всегда, была ей и будет. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин